Ждут чемпионаты и южноуральские фигуристы-юниоры. Они на соревнования приедут в качестве зрителей. Сейчас будущих звезд фигурного катания в области готовят несколько школ. В самом Челябинске, в Златоусте, Магнитогорске и Снежинске. О том, как готовятся города, расскажут наши коллеги и местные журналисты. Здравствуйте, коллеги. На чемпионат России по фигурному катанию отправятся целые делегации Снежинска. Тренеры, юные спортсмены с родителями, а также сторонники и любители этого вида спорта. Для своей поездки они выбрали финальные выступления и закрытие чемпионата. По словам тренера Оксаны Суетиной, Снежинские фигуристы стараются не пропускать ни одни соревнования. По телевизору это совершенно не так смотрится. Учатся, как разминаются спортсмены, как они себя ведут, какая тактическая у них борьба, как выполняют элементы. Ну и, конечно же, после того, как мы приезжаем, мы разбираем, у кого что получилось, какие были ошибки, кто как себя вел в какой ситуации, как относятся к своим оценкам. Школа по фигурному катанию существует в Снежинске почти четверть века. Шесть выпускников стали тренерами и теперь готовят спортсменов в Снежинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Фигурным катанием увлекаются дети от 4 до 16 лет. В школе есть платные и бесплатные группы. Проводятся занятия и для взрослых. Коллеги. Здравствуйте, коллеги. Сейчас за моей спиной проходит тренировка старшей группы по фигурному катанию. Это девочки 10-12 лет. Они отрабатывают дорожки шагов, прыжки и вращения. И все без исключения мечтают побывать на чемпионате России. На чемпионате России будет медведи. И еще я вот недавно узнала, что на чемпионате также будет присутствовать Плющенко. И я его также очень хочу увидеть. Первая секция фигурного катания открылась в Златоусте в 50-х годах прошлого столетия. Сегодня этим видом спорта занимаются около 200 ребятишек. С каждым годом фигурное катание становится все популярнее. Ажиотаж возник еще и после того, как в Златоусте построили вот этот физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведь теперь заниматься спортом можно круглый год и летом, и зимой. Что касается чемпионата, на него планируют поехать примерно 30 детей. Коллеги. Здравствуйте, коллеги. Жители Магнитогорска также планируют посетить чемпионат России по фигурному катанию. К тому же здесь, в этой спортивной школе, вот уже 8 лет готовят фигуристов. Увидеть турнир воочию хотят и дети. Магнитогорцы заранее покупают билеты в Челябинск, посетить турнир планируют целыми семьями. Эта поездка у нас уже будет вторая. В прошлом году мы тоже ездили, дети были в тиком восторге, потому что это опыт для них в первую очередь. Они видят тех, на кого они хотят равняться, кого они смотрят по телевизору, там они видят их вживую. Для них это опыт в первую очередь. Отделение фигурного катания в Магнитогорске существует с 2008 года. Здесь воспитывают талантливых спортсменов, многие из которых впоследствии продолжают обучение в Москве, в Катеринбурге и Уфе. В первую очередь билеты, конечно, выдаются детям, которые занимаются уже в старших группах тренировочных и группы спортивного совершенствования. То есть это именно взрослые дети, разрядники, второспортивные, первоспортивные кандидаты в мастера спорта. Прежде всего этим детям нужно смотреть, к чему стремиться. Министерство спорта Челябинской области выделило для спортивной школы 80 билетов на чемпионат России. Еще 40 предоставила Федерация фигурного катания области. Таким образом, дети и их родители получили возможность побывать на чемпионате России по фигурному катанию. Это станет стимулом к новым достижениям для наших фигуристов. Коллеги, вам слово.